Итак, сегодня 17-е Томуза, один из очень печальных дней еврейской истории. История, как известно, навсегда повторяется. К сожалению, сород не валится на нас, на весь еврейский народ. На каждую сему по отдельности. Собственно говоря, о чем я хотел сейчас поговорить, я хотел поговорить и о дне. И о несчастье, которое на нас начинает валиться. Известно, что в этот день, в этот день были разбиты скрижали. Первый выход. Писошли были разбиты. В общем, в этот день, когда они принесли золотого тельца, были разбиты скрижали. Это был первый грех падения евреев. Серьезно. Самое страшное было, конечно, Шонара. О нем мы тоже поговорим. Тебя-то, Алла. Но, золотой тельц, это страшная вещь. Мы до сих пор не понимаем, а что это, зачем это, о чем это. Но грех золотого тельца преследовать всю еврейскую историю. И эти дни, в Беном Цорием, да, между Теснин, начиная с 17-го тому же до 9-го ава, это самые тяжелые дни в каждом году и во всей еврейской истории. Самые страшные события происходили в это время. Вторая мировая война, из последних, это Вторая мировая война. Начало, собственно, ее было как раз. Начало ее было, так сказать, много боев. Вторая мировая война пришла, как следствие, Первая мировая. Первая мировая война как раз в России началась именно от 9-го ава. А вот, ну и революция, все эти страшные вещи, до этого были инквизиция, до этого была инквизиция, до этого была инквизиция, старая вещь, куча погромов. Жизнь всегда не была сладкой. Однако же, чем отличается царот, которые были до этого, от царот, которые наступают сейчас? В прошлое поколение, да, было такое понятие Мит-Явним, да, в Хануку известно, что с Кашмановым боролись не столько с греческими войсками, сколько именно с самими Мит-Явним, которые их поддерживали, восставали, собственно, война была против них. И написано, что это вернется перед приходом Мошеха, основная война с Мит-Явним, с этой греческой культурой, это будет, это будет перед, перед приходом Мошеха. То есть, вот самая основная война. То, что произошло в Хануку, это было начало, это была первая битва, первая победа. Основная война, основное столкновение, которое приведет Мелых о Мошех, да, это произойдет перед приходом Мошех, это происходит сейчас с нами. В этом отключается особенность нашего изгнания, что царот делают не гоем. А раньше там это было гоем, там всякие антисемиты, сегодня антисемиты мало что делают. А вот самые страшные беды валят на еврейский народ сами евреи. Еще страшнее, что сегодня дело пошло дальше. Самые страшные беды начинаем мы валить на себя сами. То есть, религиозные люди на религиозных. Были у нас проблемы, были махлокиты между хасидиями, снагдиями, между евреями литовского, так сказать, течения, последователями гаунами вильной и хасидами, были неприятные моменты. В наше время это перекинулось на разногласия между тоже литвовскими, и хаббадами было после выступления Равшаха. А вот когда он, так сказать, серьезно раскритиковал и рыбы, и так далее. Но это все было не так, да. Ну, были там, никто, в общем-то, не делал царот друг другу, да. Даже хасидиями снагдиями они спорили, но не то, что там встали палки в колеса, и делали реальные какие-то несчастья один другому. Самые большие проблемы начинаются, начинались, когда евреи начинают друг другу делать гадости. И началось это с появлением светских нерелигиозных, которые начали серьезно, москилим, которые начали серьезно. Потом это перекинулось в Советский Союз, когда кучу евреев работали в органах госбезопасности, ну, в 30-х годах, да, это не были органы госбезопасности, это были НКВД, да, ну, то же самое, милиция. Вот, и, опять-таки, да, кучу евреев они, значит, как это уничтожали своих собратьев, религиозных евреев на застенках, 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 застенках НКВД, кучу людей расстреляли. Тоже это была та же война, честно говоря. Когда спрашивают, почему пришла Вторая мировая война, почему пришла катастрофа, я спрашиваю, где были евреи, которые не восстали против этих самых москилим, которые тогда захватили враг с воевской Россией, собственно говоря, Рав. Рав Хофицхайм хотел, считал, что нужно поднять, было восстание, нужно было против них воевать, так же, как Хашманов воевали против митьевним, так и тогда надо было поднять восстание и воевать с ними. И, скорее всего, это было бы решающе, потому что написано, что Моша сделал чудо в Хануку, так бы он сделал бы Всевышний, потому что написано, «Васар-то гиба римба, яд халашим» и так далее. Сильных в руки слабых, малых внуки многочисленных и так далее. Если наши праотцы смогли воевать один из величайших империй, самой сильной империй того времени, а вот самоснащенные, технические и так далее, и численные, будучи, в общем-то, непрофессионалами, смогли в одиночку выстоять, то уж тем более во времена, во времена, советские времена, когда хоть и красная армия была хорошо оснащена, но по сравнению с белой, но если бы евреи бы в религиозные вступили, либо тогда в противостоянии время Гражданской войны, то это был бы достаточно решающий удар, который бы решил весь исход. Но этого не произошло. И к наказанию мы получили катастрофу. Не только из-за этого. Но одна из причин, да, одна из причин, естественно, серьезная. И вот сейчас мы, вероятно, пришли на самую страшную стадию Галута, когда мы сами себе делаем самое страшное царо. Это не какие-то москилии, которые ушли от Торы. Это сами религиозные евреи, да, которые настолько, так сказать, промылись мозгами, настолько вообще потеряли рассудок и понимание того, что хорошо, что плохо, что делают очень жуткие вещи. Спрашивают, да, наши мудрецы, мудрецы последнего поколения, откуда вообще появились москилии? Отвечают, это из-за этой вина образовательной системы. Известно, что Льва Троцкого, Льва Беренштейна выгнали из Хедера. Я не знаю, что там в аду чувствует тот Рэбе, который выгнал его из Хедера. Но то, что он в ответственность за все то, что произошло потом, и с Льво Троцким, и с его соратниками, и с революцией, которую, собственно, он-то и сделал. Известный факт, что революцию он взял, кстати, в свой день рождения. По еврейскому календарю. Это такой подарок сделал. Ленин вообще был там. Ленин там сидел в разливе, он даже носа не показывал. А потом он его, притащил его, потому что он прекрасно понимал, что еврей не может быть главой России. Прекрасно понимал, что за ним... Хоть за ним и пошли, так сказать, массы, да, и так далее. Но управлять Россией должен все-таки русский человек. Ну, насколько Ленин был русский, тоже вопрос сомнительный. Там вроде еврейская кровь тоже была, и калмыцкая кровь, вообще непонятно. Ну, типа русский православный такой. Крайней мере воспитывался где-то там. А вот, даже это Сталин понимал. Хотя он там сидел рядом с Ленином, но он мог бы взять власть в руки, потому что Ленин тогда был жутко напуган. Даже Сталин понимал, что он не может взять в руки. Должен быть Ленин, потом он уже потихонечку сместил. И Троцкого, и Ленина, в первую очередь, убрал. Но Ленина особо убирать не надо было, он сам умер. Вот, не столь суть, да, я сейчас не буду в это входить. Я говорю о том, что это были люди, которые отошли от Торы, которые не соблюдали, которые официально... Но даже тогда причина, почему они отошли, это было Моздот-Хенух. Были системы образования, которые уже тогда делали большие проблемы. По приезду в Эра Цесраэль, по приезду в Америку, конечно, произошли сильные преобразования. Вроде бы система улучшилась. Но нужно понимать, что, в принципе, система образования, я имею в виду Ешива, я имею в виду Хедеры, Войтиякова, это все была система Бедиават, Лела Хатхила. Была, так сказать, система в результате разных причин. Так она, Рабишо Бенгамла, была вообще изначально для детей, у кого нет отцов, для сирот. Как известно, мертвый человек, Мора говорит, да, мертвый человек, он бывает мертвым по трем причинам. Мертвый физически, в смысле, умер, летальный исход. Мертвый в смысле, что он сошел с ума, психически неравновешенный. Слепой человек, ну, это все как бы одна группа. В смысле, что он оторван от людей, он не общается с людьми. Глухонемой, в смысле, у него есть полностью оторван, он такой, аути, закрытый в своем мире. Или психические проблемы. То есть, то же самое, да, та же идея. Человек, он не может общаться, он мертвый для общества, он мертвый для семьи, потому что он не может не обучить своего ребенка, не сам не может учиться, не с другими общаться. То есть, он ходячий мертвец. И мертвый нищий человек. Почему нищий, бедный? Потому что он вынужден, да, все свое время зарабатывать хлеб насущий, да, семья, не в состоянии заниматься детьми, не в состоянии жить нормальной жизнью. Они как голодные, дикие собаки, которые бегают по полю в поисках хлеба, да, где в чем прокормить. Они просто не соображают ничего. А вот. То есть, это тоже называется нищий, бедный человек, нищий называется мертвый. И что значит богатый человек? Богатый человек, которого есть дома, который может оплатить обучение своим детям. Сегодня, сходя из этого правила, мы, к сожалению, не очень богатые дети, близки к мертвым. Потому что оплатить полностью обучение своим детям, взять их под частное образование, чтобы было бы идеально. Чуть позже сейчас объясню, почему. А вот. Идеально, потому что, я уже сказал, система образования никогда не справлялась. Сегодня с ней в особенности. Вот. Идеально, в принципе, это хорошо, это правильно. Идеально, это частное домашнее обучение. Но это стоит дорого. И, к сожалению, все это могут себе позволить. И поэтому для нас существует система образования. Но это все бедевато. Однако же, эта система образования имела какие-то определенные цели. Цели, ради которых создавал Ихребешуа Бенгамла. Это то, чтобы помочь детям быть евреозными евреями. А не наоборот, их отвезти от Тора. А вот. Это как бы... Это как бы... Цель. Естественно, то, что вытворил тот Ребех, который выкинул два Беринштейна, жуткий Раша. Не море это приводится тоже, так сказать. Да, приводится история про Давида Мелыха, который пришел, убил своего Ребеха. За то, что он его плохо обучил. Возвращается вопрос, почему он его убил, да, собственно. Давида Мелых не был убийцей, который, да, в всяком случае, первого встречного Секирбашка, да. Он его убил по постановлению Санедрина. То есть, он пошел в Санедрин. Написано, что Давида Мелых никогда не убивал без постановления Санедрин. Шел Санедрин и высказал Санедрин. Вот сейчас не буду говорить, там, ну, почему он плохо обучил, он его не убил до конца Мелых. И Санедрин постановил, что Ребех, который так плохо обучил своего, хаяв мета, переговариваться в свет. То есть, это было постановление Санедрина. Вы поняли, да. Постановление суда. Ребех, который себя так себя плохо учит, детей. Хаяв мета. Бейдэ, бейбейдэ, да. По постановлению Санедрина. Уж тем более по постановлению высшего суда. Написано, что хоть сегодня нет Санедрина, но никто не отменял смертные казни. Смертные казни они как и остались. Если Ребех плохо обучает ребенка, хаяв мета. Уж тем более, когда мы говорим, когда система образования выбрасывает ребенка на улицу. Неважно, по каким причинам. Например, есть как бы эйтеры, да, Кравльяшев, так сказать, за время Пасак, что есть, допустим, они-то по Варске ходила, Кравльяшеву, и там была одна девочка, которая себя плохо вела, ходила, гуляла. Ну, приехала из России, там, с арабами общалась, курила наркотики, других девочек сообразяла. В общем, устраивала, так сказать, полная. И пытались, объясняли так-сяк, что так себя не ведут, то-се, не слушала ничего. Ее подупредили, сказали, будешь себя плохо вести, выгоним. И выгнали бы, Сох. Но там был Пасак, потому что она портила других. Выкинуть ребенка, так сказать, по неуспеваемости, это решит гомор. Такие люди, хайвы, миса, они себя приговаривают к смерти. Они это получат, без рата шем. Это не... Это, надо сказать, это страшная вещь, это нужно понимать, в чем это значит. Когда берут семилетнего ребенка и объявляют ему, что ему нужно выбираться из хедера только за то, что он дислектик, что он не умеет читать, это вообще никакие ворота не влазит. Это даже по общечеловеческим нормам. Мы в средние века живем. Дислекция это известная вещь. Известно, как с этим работать. Тем более, это уже не является причиной, чтобы ребенка выгнать из школы. А, понимаете, там, ребенок себя плохо ведет. И то это не причина. За дислекцию выживать? Даже в Советском Союзе, где про дислекцию не знали, это тоже не было. А максимумная причина стоит на второй год. Сегодня даже это не причина. 21 век на дворе. Уже известно, что это, как с ним общат. И целая система, кстати, работает. За это выгонять. За то, что в 7 лет ребенок не читает. Это причина за то, что его выгонять из школы. И эти люди еще называются Бешеемы, Рабмейр, Ходж, так сказать, прикрываются именем праведника. Чтобы праведнику, так сказать, не дай бог, не дай бог был Гиеном, Була Маймет. За то, что они прикрываются его именем. Серьезный праведник был в Израиле, да, создая один из учеников Раве, из России, из хаббатской семьи. Учился у Саба Мислободка, потом я учился в Ишиве Атере Тесрае. Вот приходят его люди, вроде как ученики его, которого знали лично, создают школу, напишут там, Лейлуйя, Нишма, да, поднятие души в садик. И вот эти люди себя так ведут. Кто они? Это Амалек, чтобы то хамы строили. Я не стесняюсь того слова. Это религиозные люди, Амалек, чтобы то хамы строили. Вот и все. Это Амалек, чтобы то хамы строили. Это люди, которые по сути своей Амалеки. И именно они делают сегодня голубь. Я получаю такое письмо 18-го, это музыка. И так говоришь, что это, я имею в виду дело с Амалеки, которые одеваются в религиозную одежду. Это мы дошли до того галута, о котором говорил, предсказывал Гаон Мивильно. Будет галут, когда сами евреи будут делать себе галут, когда Амалеки будут внутри нас. И вот мы дошли. Это страшная вещь. Это страшная вещь. И без рата шемшик Адашборгу помог нам выйти из всего этого и придет Маше Абимирава. Амэн. Туда, Раба, спасибо за внимание.